Развивающие игры с пирамидкой. Сначала вам нужно показать своему малышу как снимаются и одеваются колечки на стержень. Дайте ребенку попробовать самостоятельно, пусть занимается столько времени, сколько ему захочется. Не требуйте от ребенка, чтобы он собирал кольца в нужном порядке, ему сначала нужно научиться одевать колечки. Когда первый шаг пройден, познакомьте ребенка с понятием величины, покажите ему два кольца, самое большое и самое маленькое и скажите, что нужно сначала одевать на стержень колечка побольше, а потом поменьше. Третьим шагом будет снятие колечек по порядку и выкладывание их в рядочек по размеру. Потом покажите, что также по порядку их нужно одевать. Если ребенок все выполняет и активно работает с пирамидкой, его можно попросить сложить кольца, не лежащие по размеру, а в произвольном порядке. Игры с пирамидкой будут интересны малышам до двух лет. Родителям нужно быть терпеливыми, если у ребенка не получается, покажите ему как правильно, подсказывайте, собирайте пирамидку вместе. С ним по очереди на низовые колечки проведите его рукой по пирамидке, покажите какая она гладкая. Развивающие игры с кубиками для детей до трех лет. Родители ошибочно полагают, что ребенок сам может себя занять и играть с кубиками, но это не так. Ребенок возможно построит башенку из пары-тройки кубиков, но потом ему это надоест и он будет заниматься чем-то другим. Вам нужно научить играть ребенка в кубики и делать это вместе с ним. Сначала поиграйте с кубиками в прятки. Спрячьте кубик под платочек так, чтобы малыш это видел и попросите ребенка его найти, а потом предложите построить башенку. С полутора лет можно предложить малышу построить домик, а делать в нем окошко, поставив два кубика на расстоянии, а третий сверху них. Чем больше будет различных по форме деталек, тем больше вы сможете построить с ребенком интересных сооружений и других объектов. Обязательно поиграйте потом с постройкой. Чтобы ребенку было интересно, завлеките его сказкой, постойте с ним домик для какой-нибудь зверюшки, можете обыграть так сказку про трех поросят. Развивающие игры с конструктором для детей до трех лет. С двух лет ребенку можно предлагать конструктор. Первый конструктор берите с большими детальками, чтобы ребенку было удобнее их держать и он не смог их проглотить. Сначала покажите малышу, как конструктор собирается, каким волшебным образом детальки крепятся друг к другу. Когда он освоит это, можете приступать к строительству различных объектов, например, домов, машинок и так далее. Конструктор быстро увлекает ребенка. Из него можно сделать практически все, использовать эти сооружения для другой игры, например, поселить в них кукол и ходить друг к другу в гости, или сделать из конструктора столик и стулья и пить с куклами чай. Какие игры для детей до трех лет, развивающие моторику? Мелкую моторику детям обязательно нужно развивать, главным образом это благоприятно влияет на развитие речи ребенка. Также это определяет в будущем качество жизни ребенка и быструю его адаптацию, когда он сумеет самостоятельно зашнуровывать ботинки. Застегивать пуговицы на кофте, одевать курточку и застегивать молнию. Игра «Поиск сокровищ» Соберите несколько разных небольших коробочек, например, спихищный коробок, баночек от крема, карманчиков на молнии. Спрячьте в один из них небольшую игрушку и попросите малыша ее найти. Когда будете играть в другой раз, попросите ребенка самому спрятать сокровищи, а вы будете искать. Такая игра обучает бытовым навыкам. Ребенок учится открывать и закрывать разные предметы. Можно также искать определенные предметы среди других, например, в коробочке с крупами и макаронами, найти игрушечное яблоко. Игра с дуршлагом Покажите ребенку, как просумнуть длинные макаронины в дырочке дуршлага. Дайте ему попробовать, занятие очень кропотливое и хорошо поможет наладить координацию движений. Скажите ребенку, что у вас получится ежик или такая интересная прическа у человечка. Игра с наклейками на белом или цветном листе бумаги Нанесите какие-нибудь знаки и попросите ребенка закрыть их наклейками. Такое занятие может ребенку тренировать внимание и усидчивость. В зависимости от того, что изображено на наклейках, можно придумать интересное занятие, например, покормить мишку ягодами или посадить полянку с цветами. Игра Разложи по местам Маленькие детки очень любят раскладывать вещи по различным баночкам и коробочкам. Для этого замечательно подойдут элементы из любого набора вкладышей. Разложите их вокруг ребенка в рядочек и покажите ему, как складывать предметы во все емкости. Попросите положить в каждую баночку только один предмет. Со временем можете давать малышу сортировать предметы по цвету или размеру и складывать в емкость, которая будет соответствовать по величине или по цвету. Игра с нитками Замотайте толстыми вязальными нитками и мягкую игрушку и дайте малышу попросите его распустить клубочек. Ребенок будет очень рад найти внутри свою игрушку. Игры с пуговицами Дайте ребенку свою коробочку с пуговицами. Попросите рассортировать их по разным коробочкам по размеру или по цвету. Выложите из разноцветных пуговиц цветочек, положите их в рядок или волнистую линию, сделайте из них бусы. Игра Найди пару Благодаря этому занятию малыш развивает тактильные ощущения. Вам понадобится несколько воздушных шариков, лучше чтобы они были одного цвета. Засыпьте в них различные содержимые. Хорошо подойдут любые крупы, манка, маленькие макароны, горох, фасоли и много чего другого. Делайте по два шарика с одинаковым наполнением. Попросите ребенка найти пару шариков, пусть пощупает все и определит одинаковые. Когда пара будет найдена, попробуйте вместе угадать, что находится внутри. Развивающие игры в пазлы для детей Купите два одинаковых набора картинок, самых простых, например фрукты или овощи. Можете найти картинки в интернете и распечатать на цветном принтере. Разрежьте пополам один набор. Покажите ребенку две половинки и такую же целую картинку. Покажите, как ее соединить, чтобы и у него получилось целое изображение. Потом дайте две разрезанные картинки, пусть он к каждой половинке подберет ее вторую часть. Лучше всего вначале использовать простые картинки одного цвета, чтобы не путать ребенка разнообразием. Когда он поймет, что к чему и будет с ними справляться, усложните задачу. Со временем давайте все больше картинок, из которых нужно найти вторую половину, потом можете разрезать изображение на больше частей. Так ребенку будет проще изучать цвета и форму, тренировать память и внимание. Развивающие игры с вкладышами Играя с вкладышами, ребенок разносторонне развивается, улучшается мелкая моторика, руковладевает координацией движений, учится сортировке. По цвету и форме воспитывается коммуникабельность, и этот список можно продолжать и продолжать. Ниже приведены несколько игр с вкладышами. Игра в рядке для этого занятия. Возьмите любые полы и предметы, например кубики, и они должны быть разного размера. Поставьте их один в другой и так далее, снимая, показывайте малышу, что под верхним, самым большим, спрятался предмет поменьше. Потом попробуйте вместе с ребенком сложить их обратно один в один. Каждый раз спрашивайте, что же там мы спрятали. А, да это же кубик. А давай мы с тобой спрячем его снова. Малышу будет очень интересно искать и прятать предметы. Вначале вы можете держать его руку и показывать ей, как кубики одеваются один. На другой, а потом он уже сможет это делать сам. Количество предметов со временем можно увеличить. Игра «Строим башню из полых кубиков». Постройте ребенком башню. Кубики нужно ставить в порядке убывания по величине один на другой. Через время в игру можно будет добавлять небольшие игрушки, которые будут прятаться в кубиках. Их будет очень интересно находить ребенку. Эта игра помогает детям с координацией движений и развитием внимания. Развивающие игры с матрешками для малышей до трех лет. Для начала нужно познакомить малыша с игрушкой. Покажите ему матрешку, посмотрите какие у нее щечки, во что она одета. Скажите, что она тяжелая, извини, если потрясти. Предложите малышу заглянуть внутри, откройте матрешку, пусть увидит, что там другая матрешка. Посмотрите на нее внимательно с ребенком, расскажите, что у нее такая же форма, но она меньше по размеру. Спросите у малыша, какая самая маленькая, а какая большая, пусть скажет, какого цвета у нее наряд и фарточек. Продолжайте дальше доставать матрешки, рассматривать их с малышом и выставляйте в один ряд по росту. Когда ребенок освоит новую игрушку, предложите ему поиграть с матрешками в детский сад. Объясните, что они тоже ходят в садик, большие с группа постарше, а те, что поменьше, в младшую. Попросите ребенка развести всех матрешек по соответствующим группам и если у него не получится, поставьте их рядом и предложите ребенку сравнить. Когда вы с малышом справитесь с этой задачей, предложите вывести матрешек на детскую площадку. Постройте их по росту, потом поставьте пары, самая большая из группы постарше будет идти вместе с самой старшей из младшей. Когда ребенок с этим справится, предложите поиграть матрешкам в прятки. Напомните малышу, что матрешку поменьше можно спрятать в матрешке побольше. Эти игры можно дополнить и разнообразить различными сюжетами, например, подобрать каждой матрешке тарелку по размеру или повести. Матрешек в медпункт помирить рост. Постарайтесь не давать ребенку игрушку в открытом доступе, чтобы она ему не наскучила до того, как он с ней наиграется. Чтобы малыш продолжал играться с матрешками, сделайте ваши игры интересными и эмоциональными. Не ограничивайте действия ребенка. Если у него что-то не получается, лучше помогите ему, задавая наводящие вопросы. Ваша роль состоит в ознакомлении с новой интересной игрушкой. Развивающие игры с песком посок – отличный материал для игр, так как может принимать любую форму. Почти все дети любят песок. Малыши делают посочки и ломают их, а более старшие детки много времени посвящают строительству масштабных сооружений. Песок можно использовать как сухой, так и влажный. У них совершенно разные свойства, которые ребенку нужно изучить. Сухой песок дети пересыпают или высыпают просто на пол, наблюдая как он сыпется. Влажный песок – отличный материал для стройки. Из него можно делать целые города и поселить в них другие игрушки. Покажите ребенку, что можно сделать влажный песок, добавив в него воды и скоро он сам будет это делать. Скорее всего первым делом ваш ребенок захочет разрушить построенное, не останавливайте его и не ругайте. Ребенок в этом возрасте пытается не только самоутвердиться, выйти из-под родительского надзора, но и постичь мир его законы. А так как рушить у него получается очень хорошо, малыши практикуют этот способ общения с другими детьми. Но что же делать, если ваш малыш хочет поломать сооружение других ребят? Отойдите с ним в сторонку и попробуйте занять чем-нибудь другим, чтобы он отвлекся. А также во время игры со своими постройками напоминайте малышу, что рушить можно только их, а другие только если ему разрешил владелец песочного сооружения. Ваша задача – научить ребенка оценить чужой труд. Идя играть в песочницу, прихватите с собой песочные наборы, в которые обычно входит ведерко, лопатка, грабельки и формочки. Есть также специальные игрушки для песка, в которых закидывается песок в емкость и падая он вращает колесо. Также вашему ребенку не помешает машина-грузовик, чтобы перевозить песок с одного места на другое. Малышам до двух лет лучше всего для игры подойдут маленькие пасучки, а не тяжелая ведерко. Покажите ребенку, как наполнять пасочку песком и как получается фигурка, когда ее переворачиваешь. Интересной для малыша будет игра в рядки. Спрячьте в песке его игрушку, пусть он поищет, или сделайте наоборот, пусть он прячет ее, а вы будете искать. Дети около трех лет уже могут делать из песка многие фигуры и строить замки. Можно украсить ракушками, например тортики из песка. Добавляя больше воды, можно делать еду из песка, например, выложить жидковатый песок на ровный бортик песочницы и когда он высохнет, получится интересной зефирки. Предложите построить ребенку лес с полянкой, тропинками и горами рядом, добавьте другой природный материал, чтобы получилось более реалистично. Развивающая игра для детей до трех лет в цвета. Эта игра поможет закрепить знания цветов. Попросите ребенка выбрать цвет сегодняшнего дня и окружите себя этим цветом. Например, ребенок выбрал синий, оденьте что-нибудь синее из одежды, нарисуйте синюю картину и повесьте ее на стену, посчитайте все. Синие игрушки поищите в книжках, на картинках синие предметы, а на улице синяя машина и так далее, что развивают у детей игры с фигурами. Используйте формочки для печенья или фигурки из сортера. Лучше брать сначала знакомые ребенку формы, например, известных ему животных или фигур, которые вы уже учили. Приложите форму к листу и обведите ее карандашом. Покажите ребенку контур и форму, совместите их, пусть ребенок это увидит и потрогает. Дайте ребенку один контур и две разные формы, попросите подобрать правильную. Когда он поймет, что к чему, дайте несколько разных форм и контуров. Так ребенок научится пространственно мыслить и закрепит знания фигуры и форм, научится находить одинаковые картинки. Какие развивающие логические игры для детей до трех лет? Все родители знают, что нужно развивать логическое мышление у малыша. Но как это сделать? Ниже описаны несколько игр, которые не только помогут вам в этом, но и развлекут малыша. Игра «Найди пару» Сделайте несколько парных изображений простых объектов, знакомых ребенку. Возьмите сначала две пары и попросите ребенка найти такую же картинку, как вы ему показываете. Потом увеличите количество пар. Можно с детками постарше играть с картинками, перевернув их обратной стороной. Открыть одну картинку и искать ей пару. Если откроет не ту, то картинки переворачиваются обратной стороной и пары ищутся дальше. Это занятие и хорошо развивается память и внимание. Игра «Угадай картинку» Возьмите простые картинки и разрежьте их пополам. Это должны быть хорошо знакомые ребенку изображения. Покажите одну его часть и спросите, что это. Пусть ребенок угадает предмет, животное или человека, который на нем нарисован. Потом соедините ее в целое и скажите, угадал ребенок или нет. Можно не разрезать картинки, а только закрывать одну их часть листом бумаги. Это упражнение хорошо тренирует внимание и память малыша. Игра «Кто что ест». Разложите по тарелочкам разные продукты, например, ягоды, бананы, морковку, капусту, орехи, налите молочка. Возьмите фигурки животных или картинки с ними и попросите малыша разложить возле тарелочек, какое животное что ест. Когда малыш разложит всех животных, обязательно загляните к каждому в гости. Возьмите картинку или игрушку животного, например, зайчика, разложите вокруг него картинки с различной едой или игрушечную еду для кукол. Попросите ребенка накормить зайчика, спросите у него, что тот кушает. Развивающая игра для детей до трех лет, цифра и математика. Изучать с малышом цифры можно начинать с двух лет. Начните с одной цифры, покажите, как она выглядит и расскажите, что означает. Показывайте всегда на примере, например, одно яблоко или два зайчика. Когда ребенок освоит эту цифру, переходите к следующей, но не забывайте повторять то, что уже выучили. Детям трех лет можно положить картинки цифр до десяти и попросить его найти в них сказанную вами цифру. Потом сложить в рядочек столько же предметов, например, кубиков. Другие развивающие игры для детей до трех лет. Есть масса других интересных игр, вот несколько из них. Игра с мячиками для годовалых деток подойдет. Следующая игра с мячиками. Положите много мячиков в коробку и переверните ее на пол. Чтобы мячики раскатились в разные стороны. Попросите малыша собрать все мячики обратно в коробку. Для деток постарше можно взять мячики разного размера и просить ребенка принести сначала все большие мячики, потом все маленькие. Или можно еще играть с мячиками разных цветов и просить малыша положить в коробку сначала мячики одного определенного цвета, потом другого. Игры с транспортом. Транспортные игрушки очень увлекают ребенка, они тщательно исследуют их свойства, любят катать свои игрушки. Соорудите из коробок вагоны поезда и свяжите их между собой ленточками. Посадите туда плюшевую игрушку, лучше любимую, и покатайте ее за веревочку. Дайте ребенку попробовать прокатить игрушку. Спросите, кого из зверюшек малыш еще хочет покатать. Можете спеть песенку или рассказать стишок про поезд и показать звуками, как поезд едет чух-чух и как сигналитуту. Дайте ребенку запустить машинку из горки, это обязательно ему понравится, причем как мальчику, так и девочке. Горку можете сделать из ровной доски, положите один ее край повыше, на что-нибудь устойчиво и попросите малыша поставить на нее машинку. Можно вместе с ребенком понаблюдать, как ездят разные машинки, какая из них быстрее. Покатите рядом с машинкой мячик, сравните их скорости. Для деток 2-3 лет подойдут сюжетные игры с машинками. Постройте с ребенком для них гараж, дорогу, стоянку. Возите игрушки на прогулку, придумывайте новые игры, объединяйте уже знакомые вам, добавляйте новых персонажей. Можете сделать подделку кораблика и запустить ее в воде, для этого можно наполнить ванну или прогуляться в парк и запустить в фонтане или пруду. Игра в дорогу эта игра подойдет деткам от года до полутора. Она поможет им научиться лучше ориентироваться в пространстве и перешагивать через лежащие под ногами различные препятствия. Сделайте вместе ребенком дорогу, выложив ее из старых кассет, дисков, карандашей, различных небольших игрушек, кубиков. Каждый раз делайте новую дорогу, чтобы ребенку не надоело и было интересно по ней ходить. Для начала выложите край дороги из какого-то одного материала и сделайте ее ровной, потом выкладывайте звилистые тропинки, которые могут сужаться или расширяться. Быстро и удобно делать дорогу из веревок, например, можно взять разноцветные бельевые веревки. Попросите ребенка пройтись по дорожке на носочках или бочком, а когда чуть подрастет пусть спопрыгает на обеих ногах или на одной. Ставьте на пути преграды кеглю, например, пусть ребенок обойдет или переступит, со временем преград можно делать больше. Дорогу можно разветвить в разные стороны, насколько позволяет ваша жилплощадь. Каждое ответвление может привести в воображаемый домик, гараж или тупик. Соорудите перекрестки, вырежьте два круга красный и зеленый и положите на дорогу, объясняя малышу, на какой свет можно переходить. А на какой нужно подождать. В эту игру можно играть и на улице, рисовать дорогу и сооружение мелом на асфальте или палочкой на песке на пляже. Зимой можно сделать дорогу на снегу. Ходим по кочкам, эта игра подойдет деткам до двух лет. Разложите на полу листики, бумаги, книги, диски и любые другие предметы, которые будут служить кочками в речке. В конце такой дорожки из кочек поставьте любимую игрушку, пусть ребенок пройдется по кочкам, чтобы достать до игрушки, но нужно наступать. Только на предметы, чтобы не намочить ноги в реке. На улице можно нарисовать кочки мелом и шагать по ним. Когда ребенок освоит эту игру, предметы можно уменьшать в размерах и классе их дальше друг от друга. Игра в догонелки. Простую игру в догонелки можно разнообразить дополнительным действием, прилепить или наоборот, отлепить какую-нибудь фигурку к убегающему. Сделать это очень просто. Вверишьте из ткани кружочек или другую форму. Пришейте к ней одну часть застежки или пучки. Кружочек можно сделать двойной вовнутрь, ставить любой уплотнитель, картон, ватный диск или уплотнить ткань флизелином. Пришейте вторую часть. Липучки на футболку ребенка. Сделайте то же самое на свою одежду или одежду других детей. Можно сделать по 5-7 таких меток на каждого. Ребенка. Игра заключается в следующем. Один ребенок догоняет второго и оцепляет метку, а убегающий должен ее защищать и не отдавать. Если сделать несколько меток каждому ребенку, то дети будут бегать друг за дружкой, отцепляя метки и соревноваться, кто больше собрал. Или можно сделать браслеты-ленты на руки, наоборот, стараться догнать и прилепить свою метку на убегающего. А можете придумать свои правила. Эта игра будет очень интересной трехгодовалым детям. Игры с табуретками и тазиками. Переверните табуретку вверх ногами. Пусть малыш залезет в нее и вылезет, не забывайте страховать ребенка, пока он не научится. Для таких игр лучше использовать табуретки с плоским сидением. Поставьте несколько табуреток в рядочек или по кругу, ребенок надолго увлечется лазанием в них. Для такой же игры можно использовать тазики для белья и разные коробки с невысокими бортиками, чтобы маленькие детки могли в них залезать. Это занятие поможет малышу развивать свои физические способности и преодолевать преграды. Рисуем дорожки для машин. Ребенку нужно прививать любовь к искусству. Начните с рисования. К тому же это упражнение научает малыша оценивать и соблюдать границы листа. Распечатайте лист с изображением машинок, стоящих с одной стороны. Предложите малышу побыть водителем и провести машинку по листу. Покажите ребенку, как нарисовать линию от машинки, когда она дойдет до конца листочка, скажите «Стоп!». Дайте ребенку попробовать самому, но не сильно требуйте, потому что ребенок будет первое время рисовать каляки-маляки. В то время как малыш рисует, расскажите ему стишок про машинку, их вы найдете о Барто Энной Деновой и многих других детских поэтов. Игра с одеждой. Достаньте разные детские одежки и попросите малыша показать ту или иную вещь, а потом сложить ее в коробку. Когда сложите все, скажите ребенку, что все это называется одежда. Еще можете поиграть с ребенком в игру «Развись белье». Вырежьте из картона игрушечную одежку, соорудите из двух палочек и пенопласта в качестве основы, что-то наподобие сушилки для белья. И натяните между палочками нитку. Дайте малышу прищепки. Для детей помладше нужно выбирать не тугие прищепки, легко раскрывающиеся. Покажите ребенку, как вешать белье на веревку. Играя в эту игру можно натренировать пальчики, поучить цвета и название одежды. Развивающая игра для детей до трех лет для андроида. На смартфоне или планшете могут играть не только взрослые или старшие дети, но и малыши. И игры эти развивают у ребенка внимательность. Память тренирует усидчивость, обучает форме, цветам и так далее. Для малышей есть много игр, например, найди всех жучков, цыплят, грибочков. На экране среди других предметов найди одинаковые мячики, цветочки, животных из нескольких других, какие из показанных. Продуктов, овощи, а какие фрукты, такие предметы живые, а какие неживые. Посчитай сколько конфет, мячиков, яблочек. Сложи пазлы разной сложности. Собери пирамидку, найди для фигур их тень. Совмести разные фигуры с их контурами. Разложи предметы по цветам, форме, величине. Скажи, как делает собачка, кошечка, петушок. И по нажатию идет озвучивание игра. Пианино или пианино из разных животных. Играя, по которому вы слышите звуки, которые они издают. Корме ежика, мишку, зайчика. Список можно продолжать бесконечно. Т.к. развивающих игр для андроида. Большое множество. Их сложность нужно повышать, когда ребенок начинает справляться с заданиями. Дети очень любят играть и с планшетами, и смартфонами. Т.к. все игры еще и сопровождаются веселой музыкой и яркой картинкой. Как заказать развивающие игры в интернет-магазине Алиэкспресс. Мы надеемся, наша подборка развивающих игр может вам найти подходящее вам занятие с ребенком, которое будет не только приносить удовольствие и не даст скучать, но и развивать и обучать вашего малыша. С возрастом игры нужно усложнять, чтобы ребенку не стало скучно и он не потерял интерес к изучению чего-то нового. Не требуйте от малышей очень многого, они еще пока учатся, но в этом возрасте они очень быстро все схватывают и уже совсем скоро будут показывать вам, что они умеют и знают, и удивлять вас своей сообразительностью.